всем привет и добро пожаловать на мой канал и сегодня на моем канале новый хобби влог вчера я показывала что решила перенести свой творческий уголок там где у меня было компьютерное место и соответственно компьютер ноутбук там где было место творческое но я показала как я это перенесла в этом влоге уже будет организация пространство в общем думала я думала что может быть заказать какое-то такое органайзер ну вот чтобы по этому принципу лежали фломастеры карандаши и маркеры но но для меня он как-то ну не знаю не подошел у меня хотя он хороший также я думала может быть осуществить свою мечту и купить и киевский органайзер на али стоил 1000 рублей в икее по моему 1600 но опять же посмотрела я посмотрела подумала подумала и решила не брать вспомнила что у меня есть вот такие и киевские органайзеры они продаются по 6 штук стоят 300 с чем-то рублей по моему да там 300 чем-то рублей не помню как называются ну я думаю они стандартные они много лет уже в продаже кто ходит в икею тот знает там продаются в наборе 6 штук два больших квадратных два маленьких квадратных и два длинных ну и в общем то я решила что дай попробую то есть я я решила прошу прощения что если у меня не получится ничего с ними сделать тогда я уже и что-то приобрету потому как я еще в том влоге показала что вот как я и предполагала в этом углу было пусто потому что стол у меня тоже вот икея то есть он такой здесь он широкий и дальше идет чуть чуть позже и поэтому вот здесь вот образуется довольно таки большое пространство и такая не уютная пустота и мне как раз туда хотелось как-то что-то организовать ну и в общем я попробовала эти органайзеры прекрасно друг на друга встают единственное что длинные вот чтобы они там не прогибались ничего такого я взяла больше большие квадратные органайзеры и по одному вставила длинные туда то есть разделила пространство ну вот и собственно говоря как-то так получилось мне это уже нравится но по крайней мере на данный момент нравится я считаю что если что-то не зайдет потом всегда можно купить ну просто потому что будет обидно если допустим это решение будет хорошая я уже побегу что-то там приобретать ну как-то тем более что как правило всегда хочется чего-то нового поэтому пусть сначала будет так потом надоест можно что-то приобрести новые а эти органайзеры опять же пустить по прямому назначению у них кстати вот донышко мягкая но вернее как мягкая но за счет вот молнии она хорошо натянута а по бокам она вообще эти органайзеры очень такие крепкие плотные как видите у меня тут есть набор разделителей но эти разделители хороши все-таки не когда их боком ставишь а все-таки как бы именно на донышко поэтому здесь они их можно как бы закрепить будет хорошо но что-то мне не зашло да и насколько я поняла моей маме когда она их покупала они тоже не зашли она видимо хотела разделить в ящике пространство вот ну ладно зато как вы видите у меня есть такие деревянные штучки это кто помнит из fix price play the game игра деревянная башня я как-то купила две упаковки мы с мамой играли но поскольку мне сейчас играть не с кем да и не фанатка я настолок я одну решила взять просто ну короче говоря есть у меня некоторые соображения я взяла их совсем для других целей здесь организовать но возможно что я буду использовать как разделители для канцелярии потому как не знаю видите здесь маленьких не так много я бы предпочла именно такие маленькие органайзеры но насколько я понимаю вот видите они по 6 штук продаются поэтому где-то что-то возможно придется разделять их можно склеить хорошим клеем и не проблема я вот достала свою коробку в которой лежат фломастеры разобранные по цветам которые без коробок и которые не протекают еще у меня есть такая же коробка с фломастерами которые протекают но в принципе я их все настолько хорошо знаю что и так не перепутаю поэтому возможно что я буду складывать не только по цветам но и вот ну как бы все их вместе еще у меня есть фломастеры в коробках как я говорила сейчас меня прикалывает их держать в коробках но есть откровенно неудачные такие блистеры плюс какие-то коробки уже разваливаются и ну не знаю скорее всего тоже все переложу чтобы лежала перед глазами у меня еще в таком органайзере лежит лежат фломастеры которые я там пепели заправляла и в общем я я думаю что здесь они у меня будут перед глазами я буду ими пользоваться ну а вот эти контейнеры которые освободятся они будут стоять ну вот здесь как я их и поставила я найду что в них хранить естественно потому что канцелярии в любом случае много и найдется и вот здесь вот вы видите у меня еще четыре пачки но уже три не открытых одна открытая фломастеров марки каждый день вы знаете что я их очень люблю потому как у них интересную хорошие цвета и они довольно таки долговечные по крайней мере если ими не пользуешься они просто лежат то они могут и по пять лет лежать с ними ничего не случится ну и в принципе они такие хорошие и не протекают в основном нигде я очень ими довольна я сначала думала пока у меня был другой творческий уголок я думала пусть они лежат а сейчас нет я все вот так вот разберу под цвета и будет удобно вот эти я действительно сделаю разделители сейчас я достану клей который я приобрела в леруа мерлен и в общем использую склею по несколько деревяшек вот у меня на самом верху вот где зеленые видите вот так стоит я решила на пробу сделать не знаю какие они будут по высоте просто я хочу разделить таким образом пространство но посмотрим просто вот у меня лежат оранжевые и желтые фломастеры в принципе я их так и хранила но я хочу посмотреть вообще сколько всего будет и уже исходя из этого буду думать нужно разделять эти органайзеры или не нужно вот эти карандаши и браш пены так и будут тут лежать потому что у них удобная упаковка но по крайней мере для меня удобная и соответственно вот в таком открытом виде пусть лежат чтобы всегда были были перед глазами не приходилось постоянно их туда-сюда тягать что касается фломастеров ну вот например вот эти фломастеры из фикс прайс 56 цветов я их конечно же не буду перекладывать потому что у них и так нормальный контейнер нормальный органайзер ну и как бы вот так и сейчас я покажу как вот видите сейчас у меня здесь два таких контейнера да ну синих зеленых и вот этих вот 6 штук то есть все как бы в едином этом самом что меня достаточно устраивает так пока разложила таким образом фломастера то есть вот на самом верху у меня там в тофту в том уголке значит красные коричневые причем коричневые я разделила на темные и посветлее наверху зеленые тоже светло-зеленые темно-зеленые и такие вот оливковые всякие прочие значит серые вот там у меня лежат и мятные и черные еще тут синие голубые фиолетовые дальше вот у меня розовые тоже разные оттенки желтые и оранжевые ну и маркеры желтые с оранжевыми я буду разделять и вот эти розовые на темные светлые я тоже буду разделять но я сделаю это чуть позже потому что вот здесь видите я склеила такие разделители вот они у меня вот там стоят но они не склеены я просто у меня два набора вот вот этих вот деревяшек и поэтому те пока временно стоят а эти клеются сейчас через пару часов я их смогу уже использовать ну возможно в процессе конечно же будет что-то какие-то перестановки я достаточно много из упаковок достала фломастеров ну это в основном именно те фломастеры которые такие вот как я уже сказала блистеры или коробки в которых все вываливается потому что вот у меня мама под джангл у них вроде бы картонная коробка все равно какая-то была неудачная у маппет океан у них блистер там тоже очень неудобно соответственно было много вернее то что неудобно там как бы на зиплоки и там есть такой вкладыш но все равно прошу прощения мне как-то вот будет удобнее здесь а вот все что в нормальных коробках фломастеры и в коробках в пластиковых кейсах я их конечно же оставила так вниз положила гуаши акрил петербургскую сухую пастель ну как бы здесь вполне ей место и чтоб все нормально стояла не боком три отделения остались я потом найду им применение главное что место есть тут вот вот так вот эти карандаши и брашпены стоят поставила папку вот полку для папок там у меня всякие блокноты с выкрасками в ту коробку оранжевую где нарисованы карандаши там я переложила гелевые ручки потому что гелевые ручки вот в том органайзере лежат прям очень очень даже вплотную а туда я переложила 4 набора карандашей новых 2 из фикс прайса 2 из ашана ну опять же когда что-то будет удобнее а то мне те коробки здоровенные ну как-то уже не очень на эти хранить в общем пока у меня здесь творческий беспорядок на полу тоже все накидано набросано но это я буду как бы обязательно все убирать просто мне сейчас надо еще в магазин съездить и если я зависну с уборкой то это будет надолго так ну вот здесь вот здесь у меня в общем то будет одна коробка вот это стоять с моими самыми нужными творческими материалами наверху наверху в одном из этих контейнеров освободившимся стоят у меня маленькие баночки которые я покупала отдельно гуашь там вот лак матовый лак глянцевый там еще что-то вот акрил еще тоже ну там как всегда вот карандаш и все такое здесь вот я точилку закрепила пока что краски акварельные ну вот там наверху стоят мне это будет гораздо удобнее ну в общем вот такой вот творческий уголок там где палитра еще повесила линейки ножницы так что потом буду прибираться так ну и вот компьютерный стол у меня примерно так выглядит сейчас там еще стоит ноутбук ну в общем то он там так и будет стоять если мне нужно будет что-то посмотреть я его возьму в свой творческий уголок место слава богу хватит на полу конечно все навалено опять же прошу прощения внизу я перенесла системный блок сканер и принтер пусть там стоят во первых я имею не пользуюсь ну практически не пользуюсь а если решу воспользоваться то как раз таки место там достаточно для использования верхнюю полку оставила как она есть ту полку которую я убрала все это придется как-то размещать и естественно нормально чтобы это было красиво ну в общем буду стараться потом надо будет везде все протереть помыть полы но в целом в целом я довольна как она получается но хотелось бы уже сегодня навести порядок но и для честно говоря сомневаюсь но постараюсь а это видео я буду завершать если она вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео благодарю вас за просмотр хорошего вам настроение здоровья вдохновения и уютных творческих раскрашивательных вечеров увидимся в следующем видео пока пока